Сказать о Боге, о вечности, что то, что они делают, пьют, курят. Они будут отвечать на суде Божьем. Это не действие нам. Это русский нам не действие. Не идет, да? У вас другое. Вот идет. Понимаешь, что тут? Это идет. Пойдет. А пьете-то зачем? Это пойдет. На глазах людей пьете. Зачем? Что это? Ну, я два раза спросил, вы не отвечаете. Кофе пьем, кофе. Да не надо на глазах людей пить-то. Зачем? Когда выключите, то дай пейте. Адамаликум. Батюшка, давай, адамаликум. Да, конечно. Вы когда-нибудь считали это откровение Божие? Не, не. Не считаете? Я мусульманин. А? Я мусульманин. Ну что, мусульманин? У вас своя книга есть. Ее тоже надо считать. Да, да. Ее надо считать и исполнять. Тут еще написано, что можно материться? У вас разве так написано? Нет. Написано, что можно блудить, воровать? Нет, конечно. Нет. Ну так вот, и у нас это написано, нельзя этого делать. Жить надо для Бога, честно. Для Бога. Человек умирает, а потом душа его идет, будет она в аду или в раю. И надо думать об этом. Правильно. Правильно, правильно. Спаситель Христос, умер Господь за наши грехи. Надо жить для Бога. Нельзя жить одним днем. Лишь бы утробу набить. Живут как люди... Долго вам лет? 81-й год. 81-й? Ну да. И Господь меня хранит. Я еще ни одного матерка не сказал. За всю жизнь. Вот так. Мы строим православную деревню. Православную деревню строим. Все люди верующие. Нельзя лгать. Лгать нельзя. Пить, курить, материться и воровать. У нас ни одного аборта нет. Ни одного развода. Правильно. Вот у нас очень большой канал в Ютубе. Можете все посмотреть. Огромный канал. Можно вам вопрос? Можно. Вот. Кажес. Которые священники. Им можно жениться или нет? Ну, смотря как, если они не монахи. Бывает, монашество, они принимают обет, не жениться. А остальные, это женаты. Монахи есть, да? Вот монахи, им же нельзя жениться, да? Ну, нет. Он дал обещание Богу, что не будет жениться. Раз дал Богу обещание. Так надо выполнять. Им по законам нельзя жениться или как? Ну, и он такой же человек, но он принял это обещание. Это все зафиксировано перед Богом. Чтобы одному жить, угождать Богу. И они служат для Бога. И только один будет жить, да? А где он будет жить? Как? А где он будет жить? Где будет жить? Да. Ну, монастыри строятся, как общежитие. Они там живут, у них есть наставник. Они работают, служат, молятся за весь мир. А? Они только вот внутри вот эта церковь работает и все, да? Ну, если он монах, то это правило такое. Он не должен по миру ходить-то. Они работают. Очень грамотные люди бывают. Вот у нас была миссионерская... Женщина, да, получается? Какие отношения к женщинам не бывает, да, после этого? Ну, какие отношения? Женщин там нету. Там мужчины одни. У них строгий порядок. Они много молятся. А если, например, захочет женщина, что будем делать? Что захочет? А если вот у каждого мужчины, да, у каждого мужчины и женщины свои вот это... Ну, как у каждого. Когда монахов за 20-то столетие миллионы были, они до этого и пошли, чтобы не хотеть. Они объявляют пост. Могут дней семь не пить, не есть. И все, ничего не надо ему. Они труженики, они как ангелы божие. Они пост держат, да? Да, пост держат. И просто не едят, не пьют дней пять, семь, десять дней. Вот такие люди есть. И работают в это время. А? Вы тоже сами из них? Вы тоже сами из них? Нет, я рабочий. Я обыкновенный работник. Меня советская власть гнобила. Я прорабом работал, но уверовал по Евангелию. Мне не дают нигде работать. Я издатель. У меня 38 томов книг вышло. Один том, посвященный целиком вот этой книге. Я делаю разбор. Суры, аяты сравнивают с Библией. Вот мы проехали с миссионерской поездкой 120 тысяч километров. И в Баку были. Мы ночевали в доме Муллы. А Мулла это как священник у мусульман. Правильно. Да. Я удивился. Вот Басовичу. Я удивился, какое образование у них. Мулла говорит на шести языках, а жена на четырех. Я у себя таких не находил пока. Очень хорошие люди. Мы ходили в мечеть, молились, потом в православный храм пошли. Мы верим во Христа, что он умер за наши грехи. А? Какой город? Откуда был Мулла? В Баку. В Баку были, в Азербайджане. Азербайджане, да? Да, в Азербайджане были. Мы прошли шесть мусульманских республик и Турцию. По прозвам вопрос один. Да, мы везде свидетельствовали мусульманам, что Иисус умер за грехи людей и воскрес для нашего оправдания. Он спаситель наш. Как второе лицо Троицы. По тому, как у нас написано. Вот говорят, я мусульманин. Я говорю, ты эту книгу хоть раз считал? Пятая сура. 47-й и 66-й аят, о чем говорят, ни один не знает. Я говорю, там написано, что мы, христиане, называемся у вас люди Писания. А это было когда? В 7-м веке. А тогда никакого Писания не было, кроме Библии. И называется инжил. Дескать, Бог дал нам инжил, Евангелие. Вы по нему и живите. То есть не обманывайте людей. Не убивайте. Мы вот христиане, мы живем по заповедям Божьим. У нас этого нет, чтобы там пили или курили. У нас этого нет. У нас все с бородами. Женщины молятся, у них как хижаб. Два платка. Платье до полу. И вот на нашем ресурсе у нас канал есть. Во свете Библии называется. Там вы можете увидеть нас. А вы из какой города? Я не из какого, а в каком. Город Барнаул, Алтайский край. Лапкин Игнатий Тихонович. Мне 81-й год. Алтайский край, да? Как? Алтайский край? Алтайский край, да. Это жительница Сибири. У нас в Барнауле тут большая мечеть у мусульман есть. У нас в Барнауле особое отношение какое. Ни вражды нет, ничего. Мы вот, городская администрация нас собирает. Всех верующих, религиозных. И мы здороваемся друг с другом. У нас нету войны никакой. Совсем никакой. Не должно быть. У нас тут и армянская церковь, и тут католики есть, и разные сектанты, и еретики, и мусульмане. Мы для Бога живем. Мы всем свидетельствуем о Христе, о Его любви к людям. Чтоб жили для Бога. Вопрос вам, вопрос. Вот правильно ли у свинья органа человека? Как? Я не понял, что правильно? Вот свинья есть. Свинья есть, свинья. Да мы в рот не берем никакого мяса. Ни свинью никакую не берем. Ни барана, ни лошадь. Просто мясо не едим, и все. Мы без мяса обходимся. Мы здоровы. Это правильно, что у свинья органы человеческие? Я считал про это, что желудок свиньи похож на человеческий. И мясо свинье, оно не полезно. Заразиться можно. Не полезно, да? Не полезно. Ну, у нас тут, мы, наши общины две, мы мяса никакого не едим. Ну, другие едят там, но не свинину. Вот у нас, когда бывает праздник какой, а я как хозяин дома, я запретил даже мясо приносить это, или колбасу купленную, а ну, в ней там и свинина есть. Я говорю, вокруг нас живут мусульмане, мы какой пример им дадим, разве можно? Это наши люди, мы им о христиане сможем говорить? Пример такой давать. Нет, у нас грамок алкоголя нет. Мы не пьем, у нас нет ни вина, ни водки, ни брашки, ничего, ни пива. Вот вы зайдете на наш Ютуб, называется «Во свете Библии» канал, и вы там все это увидите. Хорошо займем. Какие, может, вопросы есть? Будьте здоровы. Всего хорошего. С Богом. Ищите, говорит, Господа, пока вам близко. Господь тех, которые живут по Слову Божию. Аллах Акбар. Иисус Акбар, Иисус Акбар. Аллах Акбар. Аллах Акбар. Иисус Акбар. Аллах Акбар. Иисус Акбар. Я не русский, не резать нахуй. Ну, тебя завтра покажут по телевидению, будешь резать, задницу тебе резать будут. Что ты делаешь? Давай. 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 Протрезвишься немножко, подожди. Голову резать. Тебя кто похвалит за это? Чего пиздишься? Чего пиздишься косой? Да вас-то что касается это? Чего ты, старый, с ума сошел? Первый раз человека видит и начинает ругаться. Голову резать будешь. А ты почему? А ты почему, старовер, ты почему сюда вот влез сейчас? Вам меня надо допрашивать. Вы сначала за свои слова ответите. Резальщик нашелся. У тебя бороды-то нету. Скоблец. Бороды-то нету. Подкаблучник несчастный. Подожди, почему я подкаблучник? Под уже бороды нет, это та власть над женщиной. Вот почему. Тихо. Тихо, тихо, тихо. Так, тихо. Слушай внимательно. Не гордись, потому что мы все смертные. Я назвал это обрезанным. Не надо. Я назвал обрезанным. Да? Скоблец. Это обрезанный. Ёлки-палки. Знаешь, батя. Стижание Духа Святого Серафима Саровского. Он вообще цели не знает. А не знает, значит, он и бродит, где попало в потьмах. Вы что-то погасили свет? Да нет, у нас это... Что-то не перестало видно. Нет, это... Если у вас есть вопросы какие-то, вы можете задать. Или зайти на наш YouTube-канал, равных которому нету в интернете. Называется «Во свете Библии» Игнатий Лапкин. Это я. «Во свете Библии». 20 800 роликов наших там. «Во свете Библии» Игнатий Лапкин. «Во свете Библии». Вот. «Во свете Библии» Игнатий Лапкин. А если в Skype зайдете, в Skype, Игнатий Лапкин, вы на меня сразу выйдете. Я ресурсы скину. Вот там, где написано видео, там ткните в это, чтобы перейти на страницу. Там мы видим. Сколько там подписчиков? У вас 45 тысяч. Вот. А общий просмотр 46 миллионов. Это много. Ну, это, например, еще какие видео? А, общие. У вас сколько видео? Ну, вот видите, там есть вчера проповедь, я говорил, в храме. 20 тысяч видео. Ну, 46 миллионов это если... Там это отдельно, что-то может показывать где-то. А видео у вас набирает? О, общие. Это у вас уже YouTube канал. Да. Мы строим православную деревню с нуля, где нельзя пить, курить, материться, воровать. Ни одного аборта, ни одного развода. Все в Боге живут. Своими руками храм построили, школу, пруды восстанавливаем, дороги. Мы не кричим, Путин дай. У них нет ничего, потому что страну разворовывают. И не надо ругать никого, надо молиться. А то патриарх виноват, Путин. Надо молиться и работать. И при том, работать надо. Если у сельман 7-кратно в день, 5-кратно, то у нас 9-кратные молитвы. После каждой молитвы 100 поклонов. И тогда дурь всякая из головы выходит. Я начальник детского лагеря был, сам его создал. 48 лет. Где ребенок, наркоман законченный. Через месяц его узнать не могут. А нас узнала директор Кэстонского института из Лондона. Прилетела с сопровождающим с Останкина. Профессора психологии живут и следуют. И нашли, что движущая сила лагеря, теряя с большой буквы, любовь. Любовь, а у меня наказание физическое. Почему? По любви. И вам будет это все интересно. Там только о лагере 470 роликов. Ну вот, если будет желание встретиться, по скайпу. Скайп такая есть система. Ну, в виде смартфона. Я вот скину все ресурсы. Ну, у вас же в описании, получается, есть. Получается, если под видео, под любое зайти. Ну, здесь, да. Там найдете. Ну, понимаете, мы много выставляем. Да. И когда я отвечу, вы уже не найдете ответа. А по скайпу мы беседуем, и я сразу вам даю ответ. Ответ и внизу скидываю ресурсы. А тут не найдешь. Все на этом.